В Белгородской области В эти выходные небо над Староскольским округом было ясным. Погода стояла солнечная и теплая. В спасительные дни для урожая вода в полях сошла. Тракторист-машинист Сергей Рязанцев в профессии 9 лет. Такая дождливая осень на его памяти впервые. Сборка проходит в этом году очень сложно, потому что затяжные дожди буквально, можно сказать, вырываем по гектару, потому что день дождь, ну это вот сейчас два дня погода, как бы стараемся убрать урожай, сохранить урожай. Самой тяжелой работой для комбайнеров стал сбор урожая сои. На предприятии ее выращивают на 8 тысячах гектаров. Убрать уже удалось 25%. Урожайность составила 22 центнера с гектара, что на 5 центнеров больше, чем средний показатель по России. Земля сырая, жадко, ну стараешься пониже косить, загребает, и из-за этого вот очень большая как бы сложность. Благодаря профессионализму комбайнеров срез сои удается сделать минимальным от уровня почвы. Практически без потерь бобы отправляются в хранилище. В этом году аграрии Сибагра уборочную кампанию на территории Белгородчины начали позже, чем обычно. За последние полтора месяца осадка выпала как за четыре. Из-за этого даже в конце сентября правительство Белгородской области ввело режим к случайной ситуации. Наблюдается такое опасное явление, как переуложнение почвы, да, что, конечно же, в свою очередь сказывается на темпах проведения всех видов сельскохозяйственных работ и уборки, и сева, и подготовки почвы. С полей уже убраны ранние зерновые культуры. На очереди 17 тысяч гектаров сои, подсолнечника и кукурузы. Также возобновили работы по посевной кампании, по севу азимой пшеницы. У нас большой объемный план, 12 773 гектара, предстоит нам посеять азимы. Работы еще предстоит много, очень надеемся на то, что погодные условия будут нам благоволить, и мы сможем провести, реализовать все намеченные планы. Редактор субтитров А.Семкин